Отныне Азербайджан известен в мире как спортивная держава. В результате осуществляемой в Азербайджане работы в направлении дальнейшего развития этой сферы, сегодня наша страна является благоприятным местом проведения спортивных соревнований международного значения. В соответствии со стратегией, определенной президентом Ильхамом Алиевым, спорт в нашей стране стал одним из приоритетных направлений государственной политики. В 2015 году Азербайджан будет проводить еще одно представительное спортивное соревнование. В Баку будут проходить первые европейские игры. Решение Европейского Олимпийского комитета об этом стало выражением того значения, которое международная спортивная общественность придает роли нашей страны в олимпийском движении, ее высокой поддержке и развитии спорта. Международные спортивные организации также подтверждают, что Баку обладает большим потенциалом для проведения Европейских игр 2015 года. Азербайджан, располагающий мощной спортивной инфраструктурой, в то же время имеет опыт проведения международных соревнований. Несмотря на то, что до первых Европейских игр осталось мало времени, в нашей стране работа, связанная с подготовкой к этому представительному мероприятию, осуществляется на высоком уровне. В спортивном комплексе стендовой стрельбы, являющемся важной составной частью осуществляемых мер по дальнейшему усилению спортивной инфраструктуры в стране и ее столице, также работа продолжается интенсивно и с высоким качеством. 22 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета Европейских игр Мехрибан Алиева, ознакомились с ходом строительных работ в спортивном комплексе стендовой стрельбы в бакинском поселке Баладжары. Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что территория этого комплекса, предусмотренного для проведения соревнований по видам пулевой и стендовой стрельбы, была расширена до 19,6 гектара. В настоящее время в соответствии с генеральным планом этого комплекса на территории интенсивно продолжается строительство зданий и сооружений, отвечающие требованиям Международной Федерации Стрелкового Спорта. Глава государства и его супруга ознакомились с участком комплекса для стендовой стрельбы. Отмечалось, что здесь будут созданы все условия для проведения соревнований и тренировок по видам стендовой стрельбы на круглом стенде и траншейном стенде. В комплексе строится пять стрельбищ, один из которых предусмотрен для проведения финальных соревнований как Олимпийских игр, так и Кубка мира. Для каждого стрельбища строятся смотровые сидения и трибуна на 500 зрительских мест. Кроме того, на территории особое внимание уделяется созданию социальных объектов. С этой целью ведется строительство четырехэтажной гостиницы, где будет 22 местных номеров и два VIP-номера. В здании будут находиться конференц-зал, комната для заседаний, тренеров, медицинская комната и ресторан. В соответствии с проектом на территории также будет построена стоянка на 500 автомобилей. Президент Ильхам Алиев и его супруга Мегрибан Алиева также ознакомились с участком для пулевой стрельбы. Отмечалось, что этот участок предусмотрен для проведения соревнований по пулевой стрельбе на дистанции 10, 25, 50 и 300 метров. Сюда также входит крытый тир для стрельбы на расстоянии 10 метров. В тире будет одновременно состязаться 80 спортсменов. Здесь за ходом соревнований смогут наблюдать 483 зрителя. А полукрытый тир для стрельбы на расстоянии 25 метров, где будут состязаться 50 спортсменов, имеет 390 зрительских мест. Здесь также сооружается полукрытый тир для стрельбы на расстоянии 50 метров, где будут состязаться 80 спортсменов. Кроме того, на территории строится полукрытый тир для стрельбы на расстоянии 300 метров. В этом тире, где одновременно будут состязаться 40 спортсменов, будет 414 зрительских мест. Окрытые тиры по стрельбе на расстоянии 10, 25 и 50 метров, предусмотренные для проведения финальных соревнований как Олимпийских игр, так и Кубка мира, рассчитаны на одновременное состязание 15 спортсменов и имеют 500 зрительских мест. В каждом тире в здании для пулевой стрельбы создана отдельная комната для спортсменов, врачей и тренеров. Кроме того, в здании также предусмотрено создать просторное фойе, центр регистрации, кафе, ресторан, комнаты ожидания и отдыха, конференц-залы, смотровые балконы, пресс-центр, технические помещения, медицинский кабинет, кабинет допинг-контроля. Отмечалось, что спортивный комплекс стендовой стрельбы станет одним из крупнейших комплексов стрелькового спорта в Европе. Глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации о своевременном и высококачественном осуществлении строительных работ.